Приветствую вас любители рыболовных приключений! Здравствуйте и вы гости моего канала! На канале рыболовные приключения выходили видео, как приготовить сало с чесноком для ловли леща, плотвы, густеры, карася. Также мы делали и тестировали уже на реках и озерах сало с добавлением приправы карри. Было у нас сало и с добавлением укропа. Шикарные насадочки, отличные показывают результаты. Но есть у меня новый рецепт, как приготовить уловистое сало для осенней рыбалки, по крупной рыбе, лещ, плотва, карась. Обязательно придут и отведают эту вкуснейшую рыболовную насадку. На рыболовных приключениях я часто встречаю опытных рыбаков, которые делятся секретами своих уловистых рыболовных насадок. И вот в очередной раз, когда я выехал потестировать наши рыболовные насадки, повстречался мне опытный рыбак, который на донке или захидухе называют еще, отлично ловил леща на сало. Не скрою, было у меня уверенность, что ловит он сало с добавлением чеснока. Но каково же было мое удивление, что у него оказался совсем другой рецепт, который показывал шикарные результаты по холодной воде. Рассказал он мне и поделился рецептом, как приготовить сало такое, как использовал он на данной рыбалке. Представляю вашему вниманию новый рецепт приготовления сала для рыбалки по холодной воде. Опытные рыбаки давно уже подметили, что осенью по холодной воде кориандр шикарные показывают результаты на рыбалке. Отлично он привлекает рыбу. В обычном продуктовом магазине купил я приправу кориандр. Специально брал немолотый, так как после того, когда я его перемолол, аромат был гораздо сильнее, если бы покупал уже молотый. Высыпал содержимое пакета в кофемолку и буквально через минуту у меня получился перемолотый шикарный кориандр. Аромат от него был просто великолепный. Достал с холодильника замороженное сало и порезал его на красивые кубики, а также резал на красивые тоненькие полосочки. Кубики были примерно 3 мм на 3 мм. Очень важно, чтобы насадка была небольшая. Если будете вешать большие куски, то поклевок будет гораздо меньше. Также хорошо иногда работают такие полосочки, которые напоминают опарыша. Кто давно смотрит канал рыболовные приключения, тот в курсе, что в прошлом году, когда я поехал на рыбалку на залив в поисках леща, пытался я его поймать на опарыша, на червя, но у меня ничего не получалось. Рыба напрочь отказывала клевать. И проходя мимо, один опытный рыбак подошел ко мне поинтересоваться моими успехами. Говорю я, что сегодня клево нет от слова совсем. И тогда он мне предложил попробовать половить на сало. И сало было порезано именно такими кусочками, напоминающими опарыш. Тоненькие полосочки. Признаюсь честно, не сильно я верил в эту рыболовную насадку, так как до этого 3 часа просидел и не увидел внятной ни одной поклевки. Ну, около часа у меня еще на рыбалку времени было. Надел я сало на крючок и забросил фидер. Буквально через 10 минут уверенный загиб, и первая рыбешка была у меня уже на берегу. За час я поймал около 5 красивых рыб. С тех пор, если я отправляюсь на рыбалку и беру с собой сало, то я обязательно делаю и квадратиками кусочки, а также нарезаю его полосочками. Вот и в этот раз я приготовил насадку с добавлением кориандра, и нарезал сало и кубиками, и полосочками. Ну, а я с вами прощаюсь, до скорых встреч, завтра выезжаю на очередные рыболовные путешествия, беру с собой сало с кориандром, и посмотрим, какие результаты покажет оно у меня на осенней рыбалке. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца, кому понравился рецепт, можете поставить лайк, кто не подписан на канал, подписывайтесь, и до скорых встреч, они будут очень и очень скоро. Пока, пока, пока.